Я уже говорил, что есть такое изречение древнее – «Слава, солнце мертвых». И писатель, к нему при жизни слава редко приходит, к настоящему писателю. Если он служит шоу-бизнесу, современной такой структуре жизни, то слава может его посетить. Как говорит мой Хаджана Средин, в 21 веке слава стала тоже девушкой по вызову. Ее покупают, вызывают во многом. Но бывает так, что слава приходит, госпожа слава приходит к писателю и при жизни. Вот я очень счастлив, что госпожа слава посетила вот мой такой одинокий домик. И все зависит, судьба великих поэтов, писателей, мудрецов всегда связана с великими правителями. С великими правителями. И великие правители понимают, что великий поэт, великий мудрец принадлежит вечности. И те властители, которые принадлежат вечности, тоже, которые, они, как правило, они и находят вот этих великих поэтов и писателей. Понимаете? Вот. И если говорить уже конкретно, переходя от каких-то высоких материй, таджикский наш президент, да, он, когда я прочитал его книгу «Таджики в зеркале мировой истории», я понял, что этот человек мудрец, это правитель мудрец. Это очень большая редкость, я уже об этом говорил, что сейчас на тронах везде в мире сидят экономисты, журналисты, юристы, люди, великие страны, Америка, Франция, Англия, да, великие. Посмотрите, кто сидит там на тронах, кто возглавляет правительство этих стран. В основном это люди, экономисты, журналисты, юристы, они совершенно не знают истории своих стран. Может быть, они знают, не знают, но нигде я этого, я не вижу этого, да. А если человек не знает прошлое, если он не глядит назад, не видит прошлое, он никогда не увидит и будущего, понимаете. Вот. Расул Гамзатов, кажется, сказал, если мы стреляем в прошлое из ружья, будущее нам ответит из пушки. Да, вот такое изречение. И вот Ивамали Шарипович, это, я даже думал, вот кто сейчас в мире правители-мудрецы, кто? Си Цзяньпин, конечно, лидер великого Китая, и Китай несет в себе величайшую философию. Конфуция, Лао Цзи, это гиганты, столпы Китая. Я, кстати, в моем творчестве, мое творчество под большим влиянием Китая, китайской философии, китайской мудрости, очень под большим влиянием. Вот. И, может быть, президенты Индии, ну как-то я не, может быть, я плохо знаю. Вот в Иране, в Иране бывают президенты, да, которые вооружены мудростью, мудростью ислама, которые знают Коран, хадисы, историю своей страны. Вот. Но, в принципе, правитель-мудрец – большая редкость. Понимаете? Вот. И я думаю, что вот то, что я получил эту высокую награду, спасибо, да, ну, если говорить нескромно, правитель-мудрец узнает поэта-мудреца. Ну, я не беру себя в это, считайте, что я говорю просто абстрактно, да, что правитель-мудрец, он видит, знаете, Иосиф Сталин, да, звонил всем абсолютно великим русским писателям, советским. Лично звонил Пастернаку, Ахматовой, лично звонил. И с Шолоховым он встречался 13 раз, с Шолоховым. В том числе в ноябре 41-го года, когда гитлеровская армия стояла в Химках, представляешь, что Советский Союз был в опаснейшем положении, и Сталину, у которого все в голове было, армии, мировая ситуация, кого он пригласил в Кремль? С фронта Шолохова. Представляешь, и он, он понимал великое значение слова. Великое значение литературы. В то время, что слово, слово важнее, чем танки, пушки, чем даже атомная бомба. Когда у меня есть такая притча, Хаджан Среддин увидел вот эту ракету, вооруженную десятью атомными бомбами, он увидел, Хаджан Среддин. И он говорит, да, вот человечество что создало. Одна эта ракета может уничтожить целую страну, да. И вдруг у него из кармана выпала ручка, ручка, обычная ручка. Она, и он на Среддин поднял ее и говорит, но вот эта ручка, она похожа на ракету, да, ручка. Она в миллион раз опасней, страшней, чем эта ракета. Потому что она может написать такое слово, такую формулу. Эта ракета тоже появилась благодаря этой ручке. Знаешь, что слово великого правителя, великого писателя, великого врача, великого учителя, великого дихканина, великого сорбона. Оно выше любых ракет, выше любых атомных бомб, понимаешь, слово. Поэтому человек, который владеет словом, да, он управляет миром. Он правит миром. Как сказано в Библии, вначале было слово. Вот, в Библии сказано, я вспомнил, вначале было слово. И слово было Бог. То есть, вначале было слово, и слово было Всевышний Аллах, да, Бог. Вот такие дела. Поэтому я часто жалуюсь на одиночество. Я живу в этой кибитке, да, одиноко. Но на тропе на этой все время появляются люди, которых интересует слово. Поэзия, мудрость, пророчество. Что будет с нами, куда мы идем. Вот. Потому что и когда человеку 88 лет уже, как говорится, старик. Надо, я опять же не про себя говорю, надо беречь стариков. Старики – это глаза народа, глаза нации, старики. Потому что они прожили большую жизнь, и они знают, они чувствуют, куда мы идем, что будет, они чувствуют. И поэтому в таджикском народе глубокое уважение к старшим. Вот маленький вот такой идет ребеночек, и он вот так кланяется. То есть он кланяется не только этому человеку, он кланяется великой мудрости. Вот. И у меня было такое изречение, что каждый народ – это птица, он летит на двух крыльях. Америка летит на доллары Голливуд. Доллары Голливуд. Америка летит. Германия летит на философию, у них философы великие. Философия, музыка и техника, техника мощная. Техника у них. Англия летит на традициях древних парламент. Там тысячи лет назад эти лорды там выступали, говорили, Англия летит. Китай летит на гигантское население, полтора миллиарда, да. И древняя верность древней философии. Конфуция и Лао-цзы, да, Китай летит. На каких крыльях летят таджики, таджикский народ? Он летит, я считаю, на двух крыльях. Одно крыло – поэзия, поэзия, да, таджикская. Второе крыло – мудрость, мудрость. Поэзия. Вот два этих великих крыла – поэзия и мудрость. Поэзия и мудрость. Вот эта птица, вечная птица, вечный симург, она летит вот на этих двух крыльях таджики. Каждый таджик знает наизусть миллионы стихов, а стихи, как многие стихи, заключают большую мудрость. Поэтому я счастлив, что тропа к моей кибитке, к моим книгам, особенно сейчас, когда молодежь ничего не читает, это очень плохо. Знаете, у меня есть такое изречение «Если ты не читаешь книг, ты двуногим бараном становишься вмиг, и прохожее, блеющее стадо тебе, как барану, рада». Тебе, как родному, рада. Да, то есть человек, не читающий человек, и посмотрите, лидеры мира, да, Рокфеллер, Илон Маск, что они сказали? «Миром правят те, кто читают книги». Не те, кто глядят в компьютер, в интернет, нет, и в телефон, а кто читает живые книги, мозги живые. Вот они правят миром, оказывается, книга, люди, читающие книги. Вот, поэтому, вот там мода не читания книг, это мода, она идет из Америки, так же, как компьютер, все, атомная бомба, Голливуд, оттуда, доллар, оттуда идут. Вот, но эта мода на не чтение книг, она уже уходит, уже в Америке библиотеки наполнились людьми, уже книги покупают, уже ищут интересные книги. И это, значит, эта мода, опять, не читание, это 30-40 лет, а чтение книги, это тысячелетняя мода, она вернется, все равно будут, книги будут читать. То есть, вот, если бы вы сейчас могли обратиться к таджикскому народу, вы бы сказали, читайте книги? Да, конечно, читайте книги, и поменьше, поменьше интернета, поменьше компьютера, поменьше телефона. Знаете, вот люди едут, да, перед ними потрясающая красота таджикской природы, да. Не, они вот сфотографируют, и поехали. Как главный фотограф, фотоаппарат это душа, душа, не надо никаких аппаратов, смотри, душа фотографирует, все, душа, сознание, генетика твоя, они фотографируют. А это заменяешь, ты заменяешь это телефоном. В мире огромное количество информации, которая совершенно не нужна нам, абсолютно. Абсолютно не нужна. А мы, я так утром просыпаюсь, включаюсь, смотрю, где там война, где это, кого-то убили, т, т, т. Не зря я Илону Маску предложил организовать агентство добрых деяний, агентство, где не будет никаких крови, войны, ничего. Будет только вот этот человек помог, этот пожертвовал, этот сделал добро, этот взял какую-то вершину, этот написал книгу, этот снял потрясающий фильм. И в истории такой-то царь помогал культуре, такой-то царь помог Фердеуси, Амар-Хаяму, Данте, Гомеру. То есть, брать только положительный, мы же живем этим, благодаря этим, что дружба, любовь, дети, наши друзья, мы-то живем, мы же не убиваем друг друга, не ругаемся, ничего. Где этого нету? Вот. И вот такое агентство добрых деяний, оно будет все равно создано. Вот. Не Илоном Маском, так другим каким-нибудь человеком с такой потрясающей головой. И пониманием современной технической цивилизации. В общем, я бы посоветовал больше гулять, больше общаться друг с другом, без телефонов. Вот попробуйте провести день без телефона, или вот встречи без телефонов, без камер даже. Вот. То есть, человеку огромное количество информации мы поглощаем, она совершенно не нужна. Так же, как, представьте себе, вы сидите за столом, да, где огромное количество еды, но вы же не можете это есть, верно? Вы погибнете. Хотя есть такие пузаны, животы, которые могут, но они тоже потом страдают, бедные, да? Значит, то же самое, духовная пища, она должна быть очень умеренной. Вот. И надо говорить, что читать молодежи. Вот. Что слушать, какую музыку. Вот. Вот мы боремся с шайтанской громкой музыкой, бесконечно вот играют. Вот тут какие-то люди. Вот. Так что громкая музыка убивает душу. Вот. Убивает человека. Громкая музыка. Разрушает психику детей. Нельзя, детям вообще нельзя громкую музыку слушать. Тем более, это не музыка, а просто барабаны. Ну вот, вот это я хотел бы сказать моим дорогим братьям, сестрам, мамам, папам. На самом деле у человека много и братьев, и сестер. Как говорят, находя на середине, все мои братья, сестры, все старые женщины, мои матери, все старые мужчины, мои отцы, мои деды. Вот. Все. Миром правит любовь. Только любовь. Только любовь. Вот. Надо. Ну, легко любить человека, который хороший, тебя любит. Но надо высшая идея. Люби врага своего. Люби врага. Если ты любишь врага, он безоружен становится. Когда ты его любишь, он бросает ружье. Вот. В мире есть только один закон. Закон любви. Других законов нет. Как сказано, если ты проснулся утром и чувствуешь, что ты не любишь людей, не выходи из дома. Сиди. Вот когда наполняешься медом любви, выходи. И каждый, как я говорю, каждый человек это чудо. Каждый человек на земле это чудо. И маленький, и большой. И каждому человеку надо покланяться. Вот так. Знаешь? Спасибо, что ты есть. И каждый человек, каждый человек учитель. Великие мудрецы учились у так называемых простых людей. Потому что каждый человек на земле это учитель и мудрец. Надо его послушать. Вы сейчас имеете в виду Хаджимов Средина или кого-то? Нет. Я имею в виду любого человека на земле. Я любого человека. Но философия эта, она как бы связана с моим любимым героем Хаджой на Средину. Но я не использую его притчи. Я создаю новый. Я создал нового на Средину. Суфия. Глубинного. У него есть и юмор, и сатира. Но в основном это пророк, это суфия, это мудрец, который говорит человеку, зачем он живет, что ему делать. И за ним стоит многотысячелетний опыт. И опять же, в каждом человеке сидит Хаджа на Средину. В каждом человеке есть. Просто надо его суета, борьба за жизнь, тяжелая жизнь. Она как песком засыпает колодец. Колодец твоей жизни. Но если ты берешь лопату и убираешь песок, все равно вода любви к людям, она все равно восходит. И ты ее пьешь. Не песок, а вот эту воду. Простите, вам удобно светить солнце? Не, ничего. Но я думаю, мы уже что... Да, мы очень хорошо... Вы так все красиво рассказываете. Хочется, чтобы вы еще что-нибудь сказали. Мы не хотим, чтобы вы... Ну, я думаю, что вот это любви к человеку и к человечеству, как сказано, что гораздо легче полюбить человечество, чем соседа. Есть такое изречение горькое. Но, да, но на самом деле надо бороться. Вот какие-то люди, например, мне не симпатичны, да? Но я борюсь с собой, говорю, нет, ты пойми его, почему он так себя бедеет, все. Ты все равно должен его любить, должен его понять, должен попытаться ему помочь, что-то сделать. Вот это единственное. Просто надо, чтобы этого... В колодце этой воды было много, чтобы она все время наполнялась. Вот это единственное, что мне хотелось сказать моему великому народу. Ну, знаете, я такую вот притчу увидел, увидел, когда... Ну, у меня есть вторая фигура, Дервиш Хаджа Зульфикар, да? Это я, как бы, Дервиш Хаджа Зульфикар. Вот Хаджана Средин, это тоже мои притчи, но это, как бы, фигура более вечная. А Дервиш Хаджа Зульфикар такой же, как мы. Он подлежит смерти, на Средин вечный, а этот подлежит смерти. Когда умер Дервиш, его хоронили под старыми чинарами. Народ какой-то пришел. Вот. Не, не, небольшой, конечно, народу пришел. И в стороне стоял какой-то старец в чапане такой, да, в халате. И телевидение ваше подошло к нему, говорит, да, моло, а вы кто? Вы пришли на пох... Он говорит, я Хаджана Средин, мне много тысяч лет. Меня ждут в ста странах от Испании до Китая. Сто народов. Сорок три страны, Хаджана Средин, герой сорока трех стран, и ста народов. В ста народах есть Хаджана Средин. Вот меня ждут, но я уже 50 лет в Таджикистане. Говорит, ничего себе, вас же ждут вообще. Он говорит, вот этот, который лежит в гробу, это самый мой лучший собеседник. Мы с ним беседовали о смерти, о жизни, о любви, о том, куда идет 21-й страшный атомный век. И лучшего собеседника у меня не было. Теперь он ушел, и я вынужден, меня ждут, ждут сто народов. Так что теперь прощайте. И он говорит, а когда ты появишься снова? Он говорит, я не могу этого, это знает только Всевышний. Когда появится еще такой собеседник, тогда я опять появлюсь в Таджикистане. И он сел на осла, и поехал, а его 50 лет ждут, между прочим, в других странах. Там тоже такие люди. В Турции, например, есть праздник Хаджина Средина. Меня много раз приглашали, но не смог поехать в Турцию. Так что, вот я с этой притчей. И еще раз говорю, что все решает любовь. Любите. Нет никаких близких, нет никаких близких, друзей, родных. Весь мир тебе близок. Весь мир. Весь мир твой Хеши Табор. Весь мир. Мы почему любим путешествовать, странствовать? Везде нас любят, какие-то люди, да, встречают, туристы там, да, как будто это. Какая-то атмосфера внимания, вот это все. Так что вот так, мои дорогие. Спасибо. Спасибо.